Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Последствия мощного урагана в Барнауле. Девушка госпитализирована с травмой позвоночника. В частном секторе молния попала в один из домов. Продажа алкоголя до 10 вечера и усыпление бродячих собак. Жаркие споры на июньской сессии АКЗС. Штрафы и блокировка аккаунта навсегда. Чем чреват проезд по улице Молотобольской на электросамокате после 10 июня? На краевую столицу обрушилась первая июньская гроза. Последствия кратковременного ливня и порывов ветра внушительны. Так, возле здания общежития Аграрного университета на улице Молодежной упал Большой тополь. Дерево в процессе падения выбило окна до пятого этажа. А на улице Пушкина дерево упало на парковку и повредило несколько авто. Несколько поваленных деревьев лежат на Ядринцево во дворе дома 150. Обстановка во время грозы на пересечении северо-западной и 80-й гвардейской дивизии тоже была неспокойной. На улице люди пытались укрыться от урагана и падения веток. А эти кадры сняты на территории парка Изумрудный. Здесь во время урагана ветки упали на 17-летнюю девушку. Пострадавшая с травмой позвоночника госпитализирована. По данному факту проводится проверка. Есть и возгорания. В поселке Центральный в микрорайоне Благодатное загорелся частный дом. Пожар спровоцировал удар молнии, угодивший прямо в жилье. О возгораниях также сообщают в ближайшем Заринске. К другой теме. Бывшего вице-мэра Антона Шеломенцева, обвиняемого во взятничестве, оставили под стражей. Решение о продлении ареста экс-чиновника, в отношении которого расследование еще идет, принял сегодня индустриальный район и суд Барнаула. Напомним, экс-заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2020 году чиновник через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от одного из барнаульских перевозчиков. По данным правоохранителей, эти деньги якобы должны были обеспечить общее покровительство предприятиям, принадлежащим предпринимателю. По версии следствия, взяткодателем мог выступить известный в Барнауле перевозчик Олег Бесчастный. Он находится под домашним арестом. А Шеломенцеву суд еще в январе этого года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня арест в очередной раз продлили. Бывший вице-мэр останется под стражей до 9 июля. Добавим, 18 марта против Шеломенцева в довесок уже существующему завели еще одно уголовное дело о получении взятки в просто крупном размере должностным лицом. К другой теме, уже 350 штрафов вынесли самокатчикам Барнаула. И это начиная с 1 апреля. Для сравнения, за весь прошлый сезон в городе оштрафовали 600 жителей. Штрафов может стать еще больше. Через 4 дня в Барнауле появится зона, на которой будет запрещено движение СИМ – средств индивидуальной мобильности. Подробнее смотрите в нашем сюжете. За СИМ и кончим. СИМ – средства индивидуальной мобильности с 10 июня здесь будут под запретом. От проспекта Социалистического до Ленинского появятся дорожные знаки, ограничивающие движение на электросамокатах. Такое решение вынесли в администрации города. Компании кикшеринговые, которые предоставляют прокат данных транспортных средств, точнее СИМов, они будут ограничивать движение на 100% самокат и здесь будут неактивными. Для лиц, которые пользуются частными электросамокатами, будет действовать действие данных знаков. И, соответственно, если они будут заезжать, будет административная ответственность в виде штрафа в 800 рублей. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут проводить рейды. В Барнауле сегодня это первая зона, где самокатчикам путь заказан. Но не исключено, что список таких мест будет расширен. Статистика ДТП с участием самокатов неутешительна. С 1 апреля в Барнауле уже произошло 29 аварий. А в прошлом году за весь сезон всего 4. Одна из главных причин ДТП – самокатчики не спешиваются. Да и в темноте часто наезжают на препятствия. Такие ситуации тоже фиксируются как ДТП. Здесь-то, конечно, это пешеходная улица. Тут хочется погулять спокойно, а не выворачиваться от самокатчика. А вот вам, когда вы катаетесь на самокате, где комфортнее всего кататься, чтобы не создавать каких-то аварийных ситуаций? Велодорожки – это самое банальное место. Там и народу обычно не ходит. Нужно сделать какой-то просто паркинг для самокатчиков. И пусть они там катаются, веселятся, подпрыгивают, переворачиваются. И оставить в покое автомобилистов и пешеходов. Напомним, сегодня в городе действует свод правил, написанный синяками, ушибами и серьезными травмами. Передвигаться на одном самокате вдвоем запрещено. Несовершеннолетние до 14 лет могут ездить только в сопровождении взрослых. Также в местах массового скопления людей скорость СИМ ограничена до 15 км в час. Нарушителей уже штрафуют. Процедура проходит стандартно, как и с автомобилями. Экипаж дает предупреждение в СГУ и говорит об остановке средств индивидуальной мобильности. После чего берутся данные, уточняются все сведения и привлекаются к ответственности. При этом записывается номер электросамоката для того, чтобы передать в компанию. С начала сезона в Барнауле уже вынесено более 350 штрафов для пользователей СИМ. Для сравнения, за весь прошлый сезон было 600. Бороться с редкими лихачами будут радикально. Если сотрудник госавтоинспекции выявил правонарушение, он направляет информацию в кикшеринговую компанию. Сначала это предупреждение. При повторном нарушении пользователя блокируют навсегда. Такая судьба постигла уже 6 жителей Барнаула. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Часто под колесами оказываются не только самокатчики. Накануне в Барнауле сбили велосипедиста. ДТП произошло на улице Сиреневой. Водитель заворачивал во двор. В этот момент он совершил наезд на 54-летнего велосипедиста, который ехал по тротуару. От удара мужчина отлетел на пару метров. В госавтоинспекции Барнаула уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. По факту наезда на велосипедиста проводится проверка. Сгорело дотла в Бийске сегодня ночью неизвестный поджег автомобиль, стоящий под окнами дома. Пламя перекинулось на жилую многоэтажку, находящуюся в старом центре, буквально в 100 метрах от здания полиции. Столб огня и дыма в высоту доходил нескольких десятков метров. Груда обгоревшего металлолома, растекшийся пластик, обугленная резина. Условно целыми остались лишь задняя дверь, бамперы и два колеса. Автомобиль японской марки выгорел практически полностью. Стоял он прямо под окнами Галины Крючковой. Ее квартира могла сгореть. Спасло то, что ночью пожилую женщину разбудил непонятный стук. Она зашла на кухню, а под ногами уже лежали осколки стекла. Внутри ничего не пострадало, кроме окон. Пожарные быстро приехали? Очень, очень. Тут же появились пожарные машины. Стали снизу поливать. Ну, видите, докуда доходило. Ну, не пламя, а копоть. Начало гореть вот снизу. На видеокамеры они смотрели у нас, ну, говорят, какой-то мужчина. Произошедшее можно смело назвать поджогом. На камерах видеонаблюдения, установленных во дворе, видно. Мужчина размеренным шагом, неся в правой руке что-то тяжелое, подходит к припаркованным автомобилям. Ненадолго задерживается у машины яркая вспышка. Похоже, что злоумышленник использовал какую-то горячую жидкость. И человек почти так же не спеша удаляется. Хозяин автомобиля живет в соседнем подъезде. Рассказал, что машину приобрел совсем недавно. Обошлась она ему в 5 миллионов рублей. Завистники или недоброжелатели уничтожили новый кроссовер. В этом предстоит разобраться полицейским. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту поджога автомобиля, прошедшей ночью на улице Льва Толстого в городе Бийске. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Изъято видео с камер наблюдения. Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Бийская проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к данному противоправному деянию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За последние полгода в Бийске это не первый случай поджога дорогого авто. В январе также ночью злоумышленники уничтожили иномарку Анатолия Чуя, директора Бийского водоканала. Преступника тогда удалось найти довольно быстро. За подобные преступления уголовное дело возбуждают по 167-й статье «Уничтожение чужого имущества». Наказание по ней до пяти лет лишения свободы. Евгения Ижутова, Илья Питков. День с толком. С 1 сентября алкоголь в Алтайском крае будут продавать до 10 вечера. Такой закон сегодня приняли в стенах АКЗС. Он стал одним из самых резонансных и вызвал немало споров. Наряду с законом об обращении с животными, где есть пункт об усыплении бродячих собак. О горячих дискуссиях депутатов расскажет мой коллега Данил Кузнецов. Мы на детей забираем по крошкам, собираем на лечение, собираем на это. А вот вы тут как-то затеяли. Откуда? Да люди почему все? И в городах выбросили этих собак. Потому что люди пенсию получают 18-20 тысяч. Как на нее прожить? Они сами хуже, чем наши собаки живут. Примерно на таких тонах общались депутаты АКЗС во время дискуссий о законопроекте по обращению с животными. Самым обсуждаемым пунктом стала эвтаназия беспризорных хвостатых. Среди причин для процедуры – немотивированная агрессия и неизлечимая болезнь. На некоторое время парламент превратился в поле боя между социалистами и коммунистами. Вот сегодня вы поубиваете всех, которые у нас бездомные животные. А пройдет осенне-летний период и садоводы выкинут еще больше. Потому что они ими попользуются, пока они поохраняют их дачи. А потом они их выкинут осенью и мы получим то же самое. Законопроект проходит первое чтение и идет дальше на доработку. Пунктов в нем немало. Среди них есть и неоспоримо полезные. Например, обязательное чипирование за счет хозяев. И регистрация домашних животных. Что касается эвтаназии, ее вряд ли уберут. Даже несмотря на протесты зоозащитников. На стороне противников бродячих четвероногих – поддержка муниципалитетов и статистика. Если в 2021 году обратилось людей с покусами, 1941 человек, то уже за 2023 год обратилось 2345 человек. То есть мы видим рост. Между первым и вторым перерыв был небольшим. Речь о чтениях комплексного законопроекта касательно продажи алкоголя в Алтайском крае. С 1 сентября спиртное во всех торговых точках региона будут продавать до 10 вечера. После этого времени купить крепкие напитки можно будет лишь в кафе и ресторанах. По словам законодателей, это поможет снизить число контрафакта и увеличить поступление в бюджет края. Так вот слили наливайки, которым теперь придется становиться магазинами и терять либо покупателей, либо прибыль из-за акцизов. Изначально предлагалось 23 часа. И все склонялись к этой цифре. Но когда мы посмотрели практики других субъектов, когда прошло большое совещание в Государственной думе с подключением всех субъектов, то все-таки еще раз был сделан акцент на закон о тишине. Закон о тишине у нас начинает работать с 22 часов в Алтайском крае. Счастливые часов не наблюдают, но к депутатам такое изречение вряд ли подходит, поскольку споры по поводу времени продажи были горячими. Или скорее горячительными. Кто-то крепко настаивал оставить ситуацию как есть и торговать до 9 вечера. Другие же предлагали продление до 23.00, за что получили высказывания от коллег. Я считаю, что здесь в этом законе уши лоббистов торчат, откровенный лоббизм тех компаний, которым выгодно, чтобы продлилось на час. После спорного алкоголя депутаты обратились к медикам. Точнее, написали обращение в правительство Российской Федерации по поводу увеличения социальных выплат работникам неотложной помощи. Врачам предлагают поднять их до 50 тысяч рублей, фельдшерам до 30, водителям выдавать по 15. Таким образом, планируется уравнять льготы работников скорых с простыми сотрудниками медучреждений. Но скоро ли для скорых такое решение примут, остается загадкой. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. А вот в Госдуме вновь предложили отменить ЕГЭ и поменять его на традиционные экзамены. В случае принятия законопроекта, который подготовил ряд депутатов, он может вступить в силу уже 1 января 2025 года. Между тем, уже 27 человек в Алтайском крае в ходе проведения ЕГЭ этого года получили по 100 баллов. 11 из них – барнаульские школьники. По утвержденному расписанию, первые ЕГЭ по географии, литературе и химии прошли 23 мая. Сейчас их результаты уже известны. По данным Министерства образования региона, наивысший балл по итогам тестирования по химии получили 6 человек, по географии – 2, по литературе – целых 19. Все эти ребята имеют серьезные шансы занять бюджетное место в высших учебных заведениях. Подготовили таких отличников 7 школ края, большая часть из которых находится в Барнауле. Экзамены продолжаются. Выпускникам еще предстоит сдать ЕГЭ по иностранным языкам, информатике и истории. Последний экзамен состоится 11 июня. Бесплатно вакцинировать женщин Алтайского края от вируса, провоцирующего рак шейки матки, вполне реально. Об этом сегодня говорили на Всероссийской научно-практической конференции в краевом онкодиспансере «Надежда». В стенах медучреждения собрались врачи-онкологи из разных регионов – от Московской области до Приморского края. Подробнее о передовых идеях в лечении и профилактике раковых заболеваний смотрите в репортаже Валентина Аскеровой. Больше ста экспертов выступили на Всероссийской конференции в Алтайском онкодиспансере «Надежда». География участников впечатляет. Якутия, Поволжье, Урал, Приморский край, Москва, Санкт-Петербург. У каждого докладчика передовые идеи по профилактике, диагностике и лечению раковых заболеваний. Одна из важных тем, которую широко обсуждали – бесплатная вакцинация женщин от вируса папилома человека, который провоцирует рак шейки матки. Профилактика дорогостоящая – от 10 до 15 тысяч рублей. Но необходимое и в некоторых регионах на нее сделали ставку. В Челябинске это ввели, соответственно, в программу профилактики раковых заболеваний и в график-привио. По крайней мере, об этом коллега делился. То есть у них в регионе средства на это нашлись. Но я надеюсь, что губернатор, введя в этот репортаж, найдет средства и у нас. То есть мы на это очень надеемся. В прошлом году в Алтайском крае выявлено свыше 13 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, что на полторы тысячи больше, чем годом ранее. Врачи связывают это с массовой диспансеризацией, где и выявляются патологии. К слову, на конференции федеральные эксперты высоко оценили алтайскую диагностику. Я только могу отметить положительные стороны по поводу касаемой утрозыковой диагностики. Здесь очень сильная команда. Главный представитель – Половинкин Алексей Анатольевич. Он является выдающимся специалистом и в плане диагностики УЗИ, диагностики в онкологии, мне кажется, в Алтайском крае вопрос закрытый. На конференции ведущие врачи онкологических клиник и научных институтов России участвовали в мастер-классах. Отработали методики брахитерапии, предстательной железы, хирургического лечения злокачественных новообразований кожи. Мы приехали с опытом организации процесса выявления злокачественных новообразований, каких-то оригинальных подходов. Мы с удовольствием делимся этим опытом. Здесь же хотим узнать о технологиях, которые внедряются в регионе, о путях активного выявления злокачественных новообразований на ранней стадии, ну и посмотреть, и завязать добрые отношения, и возможно потом приехать еще. На встрече онкологи еще раз напомнили населению о диспансеризации. Пренебрегать ею не стоит. Она поможет выявить заболевания на ранней стадии. Женщинам необходимо проходить скрининг шейки матки молочной железы, мужчинам обследовать предстательную железу, а всем вместе и сильной половине человечества и слабой в обязательном порядке нужно делать флюорографию и профилактировать рак кишечника. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня отмечается юбилей Александра Пушкина 225 лет. В день рождения солнца русской поэзии в библиотеке имени Крупской определяли лучших чтецов в произведении Александра Сергеевича. Подробнее смотрите в сюжете. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях и не только. На конкурс юные почитатели Пушкина представили отрывки и таких крупных произведений, и небольшие стихотворения. Всего 28 выступлений и столько же поводов перечитать классику. Они жили в верхней землянке, ровно 30 лет, 3 года. Старик ловил мне в этом рыбу, старуха привас в свою пряжу. Оно, мне кажется, никогда не погаснет. Именно Пушкин. Он детям нравится, ничего пошлого, можно так сказать. Мне нравится рассказывать стихи, везде выступать, грамоты получать. Получаются все стихи, которые мы учим с ней, учу я. Ален, расскажи, пожалуйста, а вот что тебе в твоем стихотворении, которое ты сейчас читала, понравилось? Что там такого интересного? Про что оно? Оно про рыбака и рыбку. Мне там больше нравятся слова старухи. На очный этап попали участники онлайн-отбора. По видео выбрали 28 из 86 детей. Жюри подобрали компетентное – литературный критик, писатель и иллюстратор. Читали все очень хорошо. Особенно мне понравилась младшая возрастная группа, 6-8 лет. Они очень интересно читали, своеобразно читали, наивно читали. И в то же время видится сразу и слышится работа их руководителей. Даже если конкурсанты выбрали одно произведение, подача у каждого ребенка своя. Именно ее и оценивали жюри. Поддерживали детей, учителя и родители. Мне бы лучше не находиться в качестве зрителя, потому что, мне кажется, я сильно переживаю. Это волнение ей передается. Я обычно нахожусь где-нибудь за кулисами и снимаю. Выступают ребята не только ради интереса. Они надеются получить за старание приз. Библиотека дарит победителям подарки. Короткий миг славы на сцене – всегда яркие воспоминания. И организаторы надеются, что это поможет закрепить в памяти ребенка не только само стихотворение, но и приятные эмоции от аплодисментов в свой адрес за интерес к шедеврам литературы и талантливое прочтение. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Далее еще немного полезной информации. Официальный дилер ряда премиальных брендов автомобилей «Альбион Моторс» отмечает сегодня свой день рождения. «Альбион Моторс» работает на автомобильном рынке уже 12 лет. За эти годы компания превратилась в значимого игрока на профессиональной арене. Сегодня «Альбион Моторс» является официальным дилером авто премиум-класса. А начинался путь с открытия центра «Лэнд Ровер» в Барнауле. В 2014 году компания расширила деятельность и включила бренд «Ягуар». В 2016-м получила статус официального дилера «Ягуар Лэнд Ровер» в Новосибирске. Уже в 2022-м запустила дилерские центры «Эксид» в Барнауле и Новосибирске. А в 2023-м добавила в свой портфель бренд «Донг Фэнк». Главная ценность «Альбион Моторс» – индивидуальный подход к каждому клиенту. Об этом заботятся порядка сотни человек, работающих в компании. И каждый вносит свой вклад в ее развитие. На этом у меня все. Смотрите нас на 22-й кнопке, в соцсетях, на YouTube-канале. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok